В преддверии государственного праздника Дня Герба и Флага в администрации Московского района города Надбуком чествовали победители Республиканских Олимпиад из Бреста и Брестского района. Всего из них принимало участие 35 школьников из областного центра, из них 17 забрали первые места по физике, химии, информатике, русскому, белорусскому и испанскому языку. Благодаря победе в интеллектуальных состязаниях 11 классники смогут поступить в университеты без вступительных экзаменов. Стала доброй традицией в преддверии государственного праздника, государственного флага Республики Беларусь проводить именно здесь участвование победителей Республиканских Олимпиад. В этом году действительно их из 34 участников 17 стали победителями, получили дипломы различной степени и трое похвальные отзывы. И это по различным предметам. Одна из победительниц в Республиканской Олимпиаде учащаяся средней школы номер один города Надбукомья на переход. Из девяти участников со всей Беларуси она стала лучшей из тех, кто знает испанский язык. Немалая заслуга в этом ее преподавателя Светлана Круг. Олимпиада – это действительно очень большой, очень интересный опыт, мне кажется, для каждого олимпиадника. Если говорить, сколько нас было, то, наверное, девять человек, если я не ошибаюсь. Ну, хоть было и мало людей, но конкуренция была очень большая. Мы очень долго готовились, очень долго шли к этому. И, если говорить, я даже в школе на переменах все время готовилась углубленно, изучала испанский. И очень благодарна своему преподавателю, который во все тяжелые моменты помогал мне и направлял. Олимпиада – это как бы большой шаг для меня. И действительно она определила мою дальнейшую судьбу в жизни. Замечательная девочка Яна Переход заняла первое место на республике по испанскому языку. Девочка так трудилась, такая умница. Но, как бы, вот даже я читала ее интервью для нашей школьной, для школьного сайта. Она говорит, ну, надо ставить цель и стараться добиваться ее, и все получится. Но, конечно, надо большое трудолюбие. Отрадно то, что учащаяся средней школы номер 14 из города Бреста Дарья Ковальская доказала, что в городе Надбугом сильная база белорусского языка и забрала первое место на республиканской олимпиаде. Если в интеллектуальных состязаниях по испанскому языку было всего 9 школьников, то белорусский собрал порядка 30 лучших учащихся со всех регионов нашей страны. И занять там первое место очень почетно. С самого начала этого года меня рекомендовала моя наставница Галина Васильевна, за что ей великий дякую. С начала мой взрослый был, может быть, не самый лучший, но поступово я начинала больше разуметь. И самые тяжкие задания, которые мне задавались в начале, для меня потом стали самыми элементарными. И поступово я так пришла до того, что люди-сепроды повинны ведать родную мову. Я сказал, Владимир Короткевич, тот, кто сгубил свою историю, сгубил себе, а тот, кто сгубил свою мову, сгубил все. Все победители республиканских олимпиад, помимо возможности поступить в нужный университет, без вступительных экзаменов получили от представителей Московской администрации грамоты, а также ценные подарки. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая.